Когда мы говорим про пик той или иной легенды НБУА, то вкладываем в это понятие несколько важнейших факторов. Первый фактор – игровые кондиции, то бишь уровень, который баскетболист показывает на паркете. Второй же – это менталитет и психологическая устойчивость, благодаря которой настоящий чемпион и достигает определенного успеха. В карьере Дирка Новицки было немало сумасшедших сезонов, как например чемпионат 2005-2006 или MVP сезон 2006-2007. Но назвать их пиковыми для златокурова немца мешает один простой факт – полный провал в решающие моменты. В 2006-м он по сути облажается в финале против Майами Хит, а в 2007-м после сверхуспешной регулярки отлетит в первом раунде от восьмой команды западной конференции. Сомнительный такой прайм получается, когда суперзвезда не вывозит в самые ответственные минуты. И ведь Дирк долгое время реально носил статус главного чокера лиги. Сейчас мало кто об этом помнит, но это факт. И да, друзья, именно из-за этого его легендарный сезон 2010-2011 становится самой настоящей голливудской развязкой. Воистину праймовый сезон уже 32-летнего тяжелого форварда в НБА. Доброго времени суток, дорогие любители баскета. Вы на канале Оранжевый Мяч. На связи, как всегда, ваш добрый друг Павел. И сегодня мы поговорим о пиковом Дирке Новицке, который закрыл рот критикующей его общественности в 2011-м, в своем уже 13-м сезоне. От вас перед началом попрошу проявить максимум активности, ведь алгоритмы Ютуб продвигают выпуски только благодаря ей. Лайк, подписка и комментарий – лучшая поддержка. Давайте попробуем пробить тысячу больших пальцев вверх для старины Дирка, как обычно выражая огромнейший респект моим товарищам с Бусти канала. И желаю вам приятного исторического погружения. Всем привет! Вы попали в баскетбольный магазин Getty Basket Shop. Магазин баскетбольной одежды и обуви. У нас вы можете заказать кроссовки, как оригинал, так и супер качественную реплику, а также одежду, сумки, аксессуары и многое другое. Нам доверяют самые известные баскетбольные каналы и блогеры. В наших соцсетях 250 тысяч подписчиков. И за 10 лет успешной работы мы выполнили более 130 тысяч заказов. Специально для тебя по промокоду ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ кладем бонусы в каждый заказ. Все ссылки на наш магазин ты найдешь в описании. Пока-пока! К моменту межсезонья 2010 года, после того самого провала в финале против Майами в 2006, Даллас ни разу не проходил даже второй раунд плей-офф. Команда держалась на ветеранах в лице самого Дирка, которому было уже за 30, 33-летним Джейсоне Терри, 32-летним Шоне Мэрионе, 37-летним Джейсоне Киде и небольшому молодому вкраплению в лице Тайсона Чендлера, классного оборонительного бигмена, и Джей Джей Барреа, крутейшего защитника. Летом 2010 года руководство Далласа решило усилиться еще одним ветераном, качественным снайпером и умным игроком, 33-летним Пежей Стояковичем. Но по факту из подписаний больше выделить особо нечего. Даллас представлял из себя набор опытнейших пенсионеров, если так можно сказать, не в обиду, с одной звездой в лице Дирка Новицки, которого общественность по факту уже давно списала со счетов борьбы за чемпионство. По прогнозам букмейкеров, Мавс занимали лишь 8 место в гонке за кубок Ларрио Брайана. Тем не менее, Дирка и компания с этим не согласились. Давайте разбираться, насколько же великим получился тот сезон. Уже на старте регулярки стало понятно. Подопечные Рика Карлайла собираются показать более молодым и звездным коллективам, что дело тут далеко не в атлетизме или в обычных хайлайтах. Характер, опыт и баскетбольный интеллект порой куда важнее, особенно для победы на длинной дистанции. В первом же матче чемпионата Дирк покажет класс, выбив все, что только можно, из Шарлотт. Тогда еще в обходе. Его атакующие действия – это настоящее произведение баскетбольного искусства. Не зря фирменное движение Новицкий, бросок с отклонением считается одним из самых эффектных в истории. Немец оформит в кольцо Бобкетс 28 очков, соберет 13 подборов, оформит один блок и все это при 84% реализации. Сумасшедшая эффективность и разгромная победа техасцев. Дальше больше. Именно его 35 очков и 12 подборов в поединке против Денвера Кармела Энтони, а также решающие действия в плаче помогли Далласу одержать очередную победу. Как итог – 7 викторий в 10 матчах на старте. Уже тогда стало понятно, что Даллас шутить не намерен. Игра Новицкий на фоне остальных бигменов лиги выделялась уникальными бросковыми навыками. Дирк здорово работал в посте, шикарно разбирался с оппонентами и забрасывал свои фирменные конфетки с отклонением. Этот тип броска и сейчас пытаются копировать многие игроки, но грацию немецкой легенды повторить у них не получается. Несмотря на габариты и возраст, Новицкий действовал все так же уверенно. Собирал подборы, мог сработать в качестве саппорта и отдать искусственную передачу. Попадал свыше 39% с трехочковой дистанции и не убегал от ответственности в решающие моменты. Про реализацию штрафных бросков нынешним бигменам лучше вообще не знать, иначе будет стыдно. Хирургическая меткость свыше 89% на 6 попыток за встречу. Шикарный средний бросок, потрясающая игра на постапах, искренняя любовь к изоляциям и уровень подвижности для белого бигмена его возраста, которого редко встретишь. Дирк не уступал другим легендарным форвардам того времени, регулярно устраивал индивидуальные баталии с Тимом Данконом, Кевином Гарнетом и остальными героями. Та регулярка пусть и не является для златокурова немца лучшей в карьере, но при этом она была наполнена немалым количеством крутых перформансов. В игре против Чикаго 19 ноября 2011 он реализует 15 бросков из 26, наберет 36 очков, соберет 8 подборов, отдаст 3 передачи и совершит 2 перехвата, реализовав при этом 3 трешки из 5. Спустя всего лишь 2 матча после в поединке против Детройт Пистонс он вовсе выдаст лучший поединок по всему сезону, регулярному я имею ввиду. Крутейшая игра от тяжелого форварда Далласа, искусные броски в фирменном стиле, 100% реализация трехочковых, постапы, айза, все, что в исполнении Новицки и любили фанаты. Он уничтожит поршни в клатч, реализуя сложнейшие броски, забрав решающий подбор и исполнив важные штрафные. А в общей сумме запишет на свой счет 42 поинта, 12 подборов, 2 блокшота на 56% реализации. Высочайшая эффективность. Следом, 24 ноября, Новицки встретится с будущим соперником по плей-офф в лице молодой и бойкой Оклахома Сити Тандер, Кевина Дюранта, Уэсбрука и Хардена. Это был первый мастер-класс в том году. За 7 минут до конца Даллас летел в минус 7, после чего Новицки подрубил режим баскетбольного отца. Он планомерно наказывал молодняк Тандер, попадая одну трешку за другой. Камон, вы просто посмотрите на этот момент, ну какая же красота. Дриблинг, развороты, броски с отклонением и со средней дистанции, эстетика баскетбола в изоляции. Даллас заберет итоговую победу, а Новицки оформит 34 очка, соберет 4 подбора, отдаст 4 передачи, совершит 1 перехват и все это при 60% с игры. Также, при этом он реализовал 14 штрафных из 15. Отличный результат. Да и по сезону Новицки забирал клачи один за другим, нужно сказать, что ему было не совсем свойственно. 31 очко и решающее действие в победе против Юту Джаз, 21 очко и плотнейший забив клачи против Портленда. Он поможет команде забрать две победы из двух возможных над обновленными звездными Майами Хит, Леброна Уэйда и Криса Боша. Дважды надерет задницы прошлогодним финалистом из Бостона с 25 и 29 очками соответственно. В одном из поединков против Сан-Антонио с Пёрстима Данкена, вообще активизирует чит-код для того, чтобы реализовать 86% своих бросков. 10 из 12 с игры, 2 из 2 с 3-очковой дистанции, 26 очков, 8 подборов, 5 передач и итоговая победа над очередным принципиальным соперником. По итогам регулярного чемпионата, благодаря усилиям лидера, а также слаженной работе коллектива из Техаса, под руководством Карлайла, Мавс займут третье место в западной конференции с 57 победами и 25 поражениям, пропустив вперед только Лейкерс и Сан-Антонио. С учетом прогнозов экспертов, уже это было существенным успехом, но в плей-офф на Мавс ставили немногие, мягко говоря. Что касается Новицкини, о какой награде MVP здесь речи уже конечно не было, но в 73 матчах чемпионата немецкий форвард оформил уверенные 23 очка, 7 подборов, 2,5 передачи на 52% реализации и 39,5 стрешки в среднем. Он занял 6 место в гонке за награду самому ценному баскетболисту, а также отобрался во вторую символическую сборную. Но еще раз ребят, как вы понимаете, это только цветочки. Фанатам Далласа на регулярку после стольких провалов было, в общем-то, параллельно. Они мечтали о победе в чемпионате, и какой же исторический плей-офф их ожидал? Самые настоящие ягодки. Так получилось, что именно на закате карьеры главный чокер Энбоа, коим Дирк считался к тому времени, получил возможность для самого настоящего возмездия. Ему представило пройти сложнейший путь к чемпионскому титулу, и этот вызов немец принял с достоинством. В первом раунде плей-офф Даллас встречался с крепким Портландом, лидерами которых выступали Ламаркус Олдридж, Джеральд Уоллес и поломанный-переломанный, но все еще целеустремленный Брэндон Рой. Две победы на старте забрали подопечные Рика Карлайло, во многом за счет Дирка, который начал с места в карьер. 28 поинтов в первой встрече, сумасшедшие 33 очка во второй. Портланд, в свою очередь, огрызнется в ответных матчах уже у себя дома. Забрав сложнейшие победы, включая знаменитый четвертый поединок, где Брэндон Рой как раз таки напомнит о себе, устроив легендарный камбэк для Рип-Сити и сравняет счет в серии. 2-2. Правда запало после домашнего чуда, у Олдриджа и компании на больше не хватило. Даллас заберет оставшиеся два матча, а в решающем поединке на выбывание Дирк поставит жирнющую точку в противостоянии. Реализовав 11 бросков из 17, набрав 33 очка, собрав 11 подборов, отдав 4 передачи, поставив 1 блокшот и все это на 65% с игры. Он выведет Даллас во второй раунд. В целом, игра немца по серии была показательной. Дирк оставался дирком, и его навыки скоринга не поддавались сомнению. Дальше, как говорится, больше. Второй раунд. Серия с действующим чемпионом из Лейкерс. Все еще топовищи Коби Брайант, Пау Газоль и другие крутейшие баскетболисты. Аналитики и фанаты в большей степени склонялись в сторону Лейкерс. Однако то, что они увидели на деле, было настоящим шоком. 4-0. Вообще без шансов. Свип, вынос, проводы на рыбалку. Называйте как хотите. 32-летний Новицкий куражился над обороной Лейкерс так, как только хотел. Вы только вдумайтесь. 28 очков на 50% реализации в первой игре. 24 очка на 56% во втором победном матче. Умопомрачительные. 32 очка на 63%. 3-й уже домашней победе. И настоящий разгром в четвертом поединке, где Дирк попал 7 бросков из 11, набрал 17 очков, собрал 7 подборов, оформил 4 передачи и совершил один перехват. Он переиграл Коби и компанию с разницей в счете. Плюс 36. Даллас были настоящим коллективом крутейших мужиков. По-другому не скажешь. А Дирк был королем этой матерой стаи ветеранов. Финал конференции еще более серьезная проверка. Молодые и голодные звезды из Эклахомы. Кевин Дюрант, который выдал шикарный регулярный чемпионат. Сверхатлетичный Уэсбрук, крутой защищающий Сейбака, матерый снайпер, Харден и другие. Но тут на авансцену вышел профессор Дирк Новицкий, который преподал школьникам настоящий урок баскетбольного величия. Первая игра дома. Дирк входит в рейдж режим. Бросок за броском, штрафной за штрафным. Точность решений настолько велика, что невозможно поверить. Только вдумайтесь в эти цифры. 48 очков, 6 подборов, 4 передачи, 4 блока, 12 из 15 бросков с игры и 24 штрафных на 24 попытки. Один из лучших перформансов Новицкий, если вообще не лучший, карьере по плей-оу. Во второй игре, несмотря на 29 от немца, ОКС огрызнутся и счет сравняют. Но по факту серию они уже отдали с моральной точки зрения. Три победы подряд от Далласа, включая две в гостях. 40 очков от Новицкий в игре под номером 4, где тот вновь показал мастерство шутинга с 12 бросками из 20 с игры и 14 штрафными из 15. Ну и решающая победа в пятом матче. Несмотря на все старания Дюранта и компании этому помешать. Великая серия великого суперскорера Дирка Новицкий. Одна из лучших за все время выступления немецкого форварда в НБА и уж точно легендарная по своему значению. Ведь Даллас вновь вышел в финал НБА спустя 5 лет. Снова на Майами Хит. Только теперь статус фаворита был не на их стороне, а на стороне соперника. Суперкоманда со своим триплетом звезд Джеймс, Уэйд, Бош планировали забрать кубок. После поражения в первом матче в гостях, несмотря на 27 очков от Новицкий, общественность лишь удостоверилась в своих ощущениях. В Майами были слишком сильны, их лидеры находились в прекрасной форме и обыграть такого монстра на бумаге было чрезвычайно сложно. Только превозмогая, борясь с ментальными ограничениями, Дирк и компания смогли вернуться в игру. Я напомню, что в том составе было много баскетболистов, которые так и не выигрывали титул к тому времени, несмотря на неплохие забеги с бывшими командами. Джейсон Китт самый яркий пример, Пежа Стоякович, еще один, Шон Мэрион, Кэрон Батлер, все они собрались для финального карьерного штурма. Как и Дирк с Джейсоном Терри, которые мучились все эти годы именно в Далласе. В игре под номером 2 контроль был полностью на стороне Майами. Только вдумайтесь, за 6 минут 24 секунды до конца поединка они вели в плюс 15. Казалось, что Далласу ничего уже не поможет, но Новицкий был не согласен. Благодаря его игре, а также помощи партнеров, Мавс сократят отставание до 4. После чего Дирк подрубит режим короля Клача. Он реализует средний бросок и сократит отставание до 2. Затем сравняет счет в быстром отрыве, а уже в следующей атаке после таймаута попадет важнейшую трешку на лидерство. Марио Чалмерс счет сравняет, но ненадолго. Дирк закончит эту битву в соло, обыграет Леброна, влетит в краску и завершит победным двухочковым сопротивлением. 95-93. Даллас сравнивает счет в серии, а на счету Дирка итоговые 24. Легендарная концовка. Тем не менее, инициатива из рук Майами даже после такого провала никуда не ушла, несмотря на крутищий перформанс от Новицки. 34 очка, 11 подборов, 4 передачи, 1 блок, а также на не самую яркую игру короля, Майами заберет игру в самой концовке. Героем встречи будет Уэй, который на 34 от Дирка ответит своими 36 поинтами. Счет в серии 2-1. Казалось, что чаша весов окончательно склонилась в сторону подопечных Эрика Спаэльстры. Однако Леброн был против, как бы иронично это не звучало. Он выдаст, пожалуй, худшую игру в плей-офф карьере. И точно худшую за все финальные серии. 3 из 11 с игры, 8 итоговых очков и 4 потери. Дирк, в свою очередь, будет не так эффективен, как в игре номер 3. Однако в клатче, в равной четвертой четверти, именно он наберет большую часть очков Далласа. Исполнит все 6 штрафных из 6, а за 15 секунд до конца забьет последний гвоздь в крышку поражения Майами после сольного прохода через Хаслама. Дирк закончит игру с 21 очком, а Маф сравняет счет в серии. Опять. После такого удара Майами восстановиться попросту не смогут. В последнем поединке, проходившем в Техасе, они уступят в минус 9. А Дирк в очередной раз знатно призвится с обороны Эрика Спаэльстры. Он реализует 9 бросков из 18, забьет все 10 штрафных, записав на свой счет итоговые 29 очков, 6 подборов, 3 передачи, 1 перехват. И поможет Мафс повести 3-2. Главный чокер лиги до этого момента был в шаге от того, чтобы завоевать сложнейший чемпионский титул в истории. С точки зрения уровня конкуренции, который ему пришлось испытать на своем пути. И в последней игре, несмотря на 33% реализации, он попал все, что необходимо было попасть. Объясню. Несмотря на все промахи на старте, он реализует 5 бросков из 8 в четвертой четверти, забивая в самых сложных ситуациях, набрав в общей сумме больше всех среди обеих команд в заключительной 12 минутке. По сути, несмотря на просадки, практически все клачевые ситуации оставались за новицки. И именно этот факт разбил те самые стереотипы о чокерстве немецкой легенды в решающие моменты. Даллас одолел суперзвездный трезубец из Майами и завоевал долгожданное чемпионство. Настоящий праздник для болельщиков. Удивительная история, сродни тем, что создают в голливудских студиях. Уже практически 33-летний Дирк Новицкий с командой настоящих мужиков-ветеранов провертел лучших суперзвезд ассоциации, сами знаете на чем. Особенно приятно, что провернул он это после мерзких пародий от Уэйда и Леброна, которые недвусмысленно пытались намекнуть на то, что никаких проблем со здоровьем у немца нет. Итоговый 26 очков, 9,5 подборов, 2 передачи, 42% реализации с игры и 37 с трехи в среднем. Мужество в решающие минуты матчей и заслуженная награда MVP финала 2011 года. Именно так закончился знаменосный, поворотный сезон великого Дирка Новицки, праймового Дирка Новицки, который справился со своими внутренними демонами и забрал то, что принадлежало ему по праву. Итак, Дирк Новицкий версии 2010-2011 это состоявшийся с точки зрения навыков и умений баскетболист, который ко всему прочему переборол себя ментально. Тот плей-офф стал абсолютно лучшим для немца во всех смыслах. Он словно хорошее вино, большую часть карьеры настаивался для того, чтобы в концовке созреть для легендарного свершения. Фирменные броски с отклонением, игра в краске, уверенной трехочковой, ключевые решения в клатче, лидерские качества и итоговое чемпионство. Все это описание для праймового Дирка образца того чемпионата. На пути к титулу он обыграл лучших игроков в лиге. Ла Маркуса Олдриджа, Коби Брайанта, Пао Газоля, Дюранта, Уэсбрука, Хардена, Леброна Джеймса, Дуэйна Уэйда и Криса Боша. Даже по фамилиям это выглядит смертоносно. Но все они проиграли, и это факт. Вместе с Новицкий перс не получили другие уважаемые игроки. От этого, если честно, на душе еще теплее. Великий итог карьеры великого игрока. А на этом, пожалуй, все. В комментариях хотелось бы увидеть ваши мысли касательно того легендарного чемпионата Дирка. Считаете ли вы этот поход за гайками сложнейшим в истории? Будет очень интересно почитать. Ну и воспоминаниями делитесь, ведь это мне всегда в радость. Огромное спасибо, что досмотрели данный выпуск до самого конца. Напоследок попрошу вас подписаться на наши социальные сети. В том числе телеграм-канал, где мы уже практически пробили 3000 подписчиков. И будем прощаться. Услышимся в новых видео, друзья. Любите баскетбол. Всего вам самого доброго. Ни в коем случае не болейте. И до связи.